Всем привет, с вами Ксюша. Сегодня я поделюсь 15 вещами, которые я перестала покупать. И тем самым я стала богаче физически и ментально. Здесь будут совершенно разные сферы от техники, машин до бьюти, быта и самых базовых сфер, которые есть в жизни у каждого из нас. Первая вещь, которая стала причиной данного видео и ее вдохновителем, это диффузор для дома. Я обожаю все для дома, создавать уют и красоту. Но знаете, я покупала такие диффузоры раз 5, может быть даже 10. И каждый раз я думала, может быть мне попался какой-то не такой, может быть другой раз, а может быть купить подороже. И знаете, независимо от цены, независимо от бренда, они меня каждый раз разочаровывали. И на то было три причины. Во-первых, когда я их только достаю, они пахнут слишком сильно. Такой, знаете, пластиковый искусственный аромат. Скорее бы прошло пару дней и может быть аромат станет помягче. Но знаете, проходит пару дней и вытекает второй минус. Они совершенно перестают пахнуть. Как бы я правильно их не эксплуатировала, то есть переворачивала своевременно, ставила, добавляла палочки, они все равно минимально пахнут даже в таком маленьком помещении, как ванная комната. Поэтому, казалось бы, какой смысл? И отсюда вытекает третий минус. Они некоторые пылесборники. Вот на этих палочках оседает пыль. Соответственно, потом я их переворачиваю, эта пыль попадает в жидкость. И если эта баночка стоит, например, в ванной на раковине, то сюда постоянно попадают брызги, и она становится вся такая некрасивая, пыльная. И я думаю, если покупать такой диффузор, то самый натуральный, где составит только масла и больше ничего лишнего, потому что все это попадает нам в воздух, мы всем этим дышим. И, возможно, там есть не самые хорошие последствия даже для нашего здоровья. Следующая вещь, хоть я и люблю ухаживать за собой, но для меня есть такая категория, которая является пустой тратой денег. Это маникюр, гель-лак и нарощенные ресницы. Раньше я все это делала. Каждый месяц из своего кошелька я доставала деньги и отдавала за эти процедуры. Да, это может кому-то нравиться в определенные периоды времени, но иногда мы это просто делаем на автомате, потому что так делают все. Ну как это ходить без ногтей? Ну как это там ресницы не наращивать? Но иногда слегка стоит передумать, обдумать, если вы хотите именно более грамотно вкладывать свои деньги, и при этом, смотрите, разве отсутствие ногтей как-то влияет на мое самоощущение, на мою женственность? Хочу вам привести такой математический пример. Допустим, вы тратите на такие бьюти-процедуры, как маникюр, ресницы 2000 рублей в месяц. Это прямо суперокругленно. 2000 в месяц это уже 24 тысячи в год. Представьте. Эти 24 тысячи вы можете вложить, например, в инвестиции. В будущем эти акции, конечно, не стопроцентно, но могут вырасти х2, х3, х10, то есть это уже будет не 24 тысячи, а 240 тысяч рублей через несколько лет, допустим. И даже если брать в счет не акции, а все равно эти 24 тысячи можно потратить более грамотно, например, покупать более качественную еду, ту, на которую обычно жалко денег. Например, все говорят, какое авокадо дорогое, или какие другие фрукты, которые имеют массу витаминов, какие же они дорогие. Но знаете, вот так соотнесите, на что вы тратите деньги. Действительно, на маникюр или на хорошие продукты, на свое будущее, на свою, например, пенсию и обеспеченность. Конечно, я не обесцениваю данные процедуры, и иногда я могу сходить в салон на маникюр, но если думать именно о бюджете, о деньгах, то это тактигория, на которой можно сэкономить. Следующая вещь, которую я больше никогда не куплю, это полноценная услуга к мастеру, которого я не знаю и у которого ни разу не была. Мой личный пример — это массаж. Я купила себе массаж там на час или, может быть, даже на полтора, сразу к мастеру, которого я совершенно не знаю. И во время того, как мне девушка делала массаж, я понимала, что она делает слишком сильно. Я говорила, делайте, пожалуйста, полегче. Также вы, например, любите, когда мастер не болтливый, либо наоборот болтливый. Все это можно понять, если избежать таких полноценных услуг. Лучше всего брать 20 минут массажа у одного мастера, у второго, у третьего. Таким образом, вы подберете себе мастера, который вам полностью подходит, а не будете тратить деньги впустую на полтора часа массажа, который вам совершенно в итоге не подойдет. Следующее — это покупать какую-то дорогостоящую технику или, например, даже машину, только новую. Да, в некоторых ситуациях это уместно, но зачастую это является пустой тратой денег и некоторым отдалением своей мечты, потому что вы дольше начинаете это копить, либо вовсе брать в кредит. И знаете, у меня есть хороший пример, мой собственный. Это камера, на которую я сейчас снимаю. Ей уже где-то два с половиной года, и я ее купила в БУ-варианте. Знаете, если бы я начала копить на новую, я бы начала снимать видео где-то на полгода позже. Я думаю, что это был правильный выбор — начать снимать прямо сейчас, найти хороший вариант, поговорить с продавцом, почитать его отзывы и купить БУ-вариант в два раза дешевле. И уже сейчас, конкретно два с половиной года назад, я села и начала снимать видео, начала делать то, что мне нравится, а не откладывать это только потому, что, вот знаете, я хочу камеру только новую, вот принципиально только новую. И опять-таки еще один хороший пример — это машина. У меня пока что нет своей собственной машины, и если у меня и будет первая машина, то она 100% будет в БУ-варианте. Так вот, если брать новую машину, то как только вы выезжаете из салона, она теряет примерно 10% своей стоимости. Вот знаете, просто за минуту. Вот вы выехали, проехались по первой луже, и все, минус 500 тысяч. Даже если у вас вроде бы есть деньги на новую классную вещь, хорошенько подумайте, стоит ли это того. Либо, возможно, стоит купить хороший БУ-вариант, опять-таки постараться, поискать и сэкономить где-то даже 40% стоимости, а сэкономленные средства инвестировать в себя, например, в свое саморазвитие, образование и так далее. А образование тем самым в будущем, в перспективе, может увеличить ваш доход, увеличить уровень вашей зарплаты, там, в 2 раза, может быть, в 10 раз. И тогда вы уже будете чувствовать себя более уверенно, более расслабленно и приобретать те вещи, которые вы захотите. Поэтому, если вы желаете в первую очередь инвестировать в себя, то я хочу рассказать вам о современной интересной профессии инженер по тестированию. Если вы впервые об этом слышите, то у образовательной платформы Skillbox есть целый курс профессии инженер по тестированию, которая позволит вам с нуля погрузиться в IT-сферу. Уже на первом уроке вы сможете протестировать простой учебный сайт, а дальше двигаться к более сложным задачам. Во время обучения вас научат тестировать сайты, мобильные приложения, а также вы узнаете основу программирования на одном из языков Java. Помимо этого, вы создадите три крупных проекта для портфолио. Тестирование онлайн-портала, мобильного приложения и веб-сайта. На данном курсе вас будут курировать опытные наставники и давать обратную связь. А лекции ведут практики из крупных компаний, такие как Яндекс, Бермега Маркет и другие. Вы сможете учиться уже сейчас, а внести первый платеж через шесть месяцев обучения. При этом 88% учеников находят работу уже во время курса. Кстати, команда Skillbox помогает с трудоустройством, а именно составить эффективное резюме, подобрать классные вакансии и организовать собеседование в топовой компании. Прямо сейчас у Skillbox стартует поток обучения, поэтому, если вам интересно узнать программу курса подробнее, то переходите по ссылке в описании. А мой промокод даст вам скидку 50%. Оставляйте заявку прямо сейчас и инвестируйте в себя. Следующая категория касается планирования. И здесь я хочу упомянуть кучу планеров, особенно датированных. Сейчас мне 26 лет, и начиная примерно с 14 лет, я начала покупать себе планеры. Каждый раз я их покупала, и в 95% случаев я их никогда не дописывала до конца. Я их покупала, потому что они мне казались миленькими, красивенькими. Я их вроде бы вела, а потом бросала. Особенно если этот календарь датированный, опять-таки. Пару дней пропущу, дальше опять начну, потом опять пропущу, вообще месяц, потом опять начну. Он был такой полупустой, что наоборот меня огорчал, и я всегда чувствовала, что это пустая трата денег. Но меня всегда тянуло покупать эти вещи. При этом я из тех людей, которые любят планировать, но не каждый день, а регулярно, например, раз в неделю. Либо когда у меня столько дел, что их нужно записать. Возможно, я когда-то найду идеальный планер, но сейчас, оглядываясь назад, сколько денег я на них потратила. И иногда они просто лежат полузаполненные, иногда полупустые. Поэтому я нашла для себя идеальный вариант на данный момент времени. Я не говорю, что через полмесяца, через год это не изменится. Но сейчас я просто покупаю себе хорошую, красивую тетрадку. Вот такая у меня минималистичная, с надписью «Минималистичная эстетика». И здесь я даже прикупила обложку, чтобы тетрадка не портилась. Ее я начала вести 3 сентября 2022 года. И периодически сюда записываю свои дела. Иногда рисую календарь, и здесь подписываю какие-то дела. Иногда, как вы знаете, у меня есть схема, когда я в голове чувствую какую-то кашу, я беру листок бумаги, делю его пополам. Слева пишу дела, справа свои беспокойства. То есть беспокойства, которые постоянно крутятся в моей голове. И когда я это сюда записываю, мне становится легче. И знаете, у меня здесь нет ни одного пробела. То есть все листочки идут полностью заполненные. Как я веду? Здесь я пишу дату, и далее, например, какие-то планы. Либо это могут быть не планы, а просто мысли. Далее все. Я дописываю, здесь снова пишу дату, и снова продолжаю. То есть здесь нет никаких пробелов. Этим способом я пользуюсь уже больше года. И знаете, вот эта тетрадка за 100 рублей гораздо больше себя купила, чем какие-либо дорогостоящие планеры. Следующая категория — это вещи, в которых я не уверена. Если я нахожусь в магазине и думаю, а может быть нет, а может быть да. Вроде бы да, но есть какие-то сомнения. Знаете, если есть сомнения, то это точно нет. Потому что если точно да, то никаких сомнений обычно нет, и это 100% да. Поэтому если у меня и возникают сомнения, то я иду домой, сплю с этой мыслью, да может один-два дня проходит. И я понимаю, что если мне действительно нужна эта вещь, то я о ней помню, я за ней пойду и приобрету ее, подумав хорошенько, а не совершив такую импульсивную покупку, о которой я потом буду жалеть. И, кстати говоря, я замечаю, что иногда я просто забываю об этой покупке, и на следующий день такая, так, а чем я вчера занималась? Вроде бы я в чем-то сомневалась, и я понимаю, что да. Тогда 100%, раз я про эту вещь даже и с трудом вспоминаю, она мне не нужна. Следующая категория — это быт, хозяйство. Так вот, знаете, у меня есть друг, точнее говоря, наш с Лешей общий друг, и однажды мы сидели все вместе и что-то обсуждали. Так вот, этот наш друг живет один, поэтому я у него спросила, а каким средством ты моешь полы? Он такой, в смысле, каким средством я мою полы? Я просто их мою водой. Казалось бы, такая простая вещь, но именно после этого разговора я задумалась. А реально, зачем я использую специальные средства для мытья пола? Я подумала-подумала и пришла к выводу, что оно мне не нужно. Мне достаточно теплой воды, чтобы избавить мои полы от пыли, от какой-то такой легкой грязи и освежить их. Далее, когда я начала углубляться в эту тему, я поняла, что многие средства, которые предназначены только для определенной вещи, там средства для пола, средства для подоконника, средства для окон, и много разной бытовой химии, она зачастую нам совершенно не нужна. Очень хорошо справляется с очищением простые средства, которые есть у каждого, они копеечные, это сода и лимон. Поэтому я поняла, что не нужно тратить лишние деньги на какие-то выдуманные специальные вещи, если они вам реально не нужны. А вы покупаете их просто по привычке, просто потому что вот один маркетолог придумал это, и вы покупаете. Либо потому что так делают все, и все это покупают, значит, мне тоже нужно средства для пола. Нет, теперь я так не думаю. И спасибо, привет, Илья! Следующая категория, она затрагивает разные вещи, но я назову ее так. Вещи, которые впечатляют кого-то других, кого-то со стороны совершенно третьих незнакомых лиц. Это может быть все, что угодно. Квартира, которая вам не совсем нравится, может быть, вам не по карману, либо брендовые люксовые вещи. Какие-то совершенно разные вещи, совершенно разных категорий, но вы понимаете, что вы покупаете их не с чувством того, что вам это реально нравится. Вы это действительно хотите, и вы получите массу удовольствия от использования такой вещи. Вы чувствуете, что вы покупаете ее, и внутри такой осадок, что я покупаю, чтобы самоутвердиться, чтобы обрести некоторый статус или повлиять на чье-то мнение в окружении. Это 100% пустая трата денег, не нужно ничего никому доказывать. Делайте так, как комфортно вам, выбирайте вещи, которые нравятся вам. Следующая бьюти-вещичка, которую я перестала использовать, это тени для век. Конечно, если вы визажист, экспериментатор или просто человек, которому нравится это делать, то, конечно же, делайте. Я, как человек простой, которому нужно создать легкую, естественную тень, можно сказать, румянец, только не на щеках, а на глазах, я перестала использовать тени. Для меня это реально пустая трата денег, они у меня лежат, пылятся. Потом я, когда начинаю все расхламлять, каждый раз эти тени у меня переходят, и я уже думаю, поскорее бы от них избавиться. Я поняла, что меня это мучает, и несколько лет назад я перестала вовсе покупать тени для глаз. Вместо этого я беру румяна, наношу немножко на кисть, и буквально пару движений, и моя легкая розовая тень готова. Вот всегда, когда я с макияжем, как раз-таки я использую этот способ. Возможно, камера сейчас не передает это, но может быть видно. Если мне нужно сделать, наоборот, вот здесь высветление, то я использую хайлайтер. Вот так все просто. Поэтому взгляните на свою косметичку. Многие сухие текстуры применимы не только для той зоны, для которой они применяются. И, кстати, например, тот же самый бронзер я тоже использую в качестве теней, поэтому экспериментируйте. Далее бьюти-вещь, которую я больше никогда не куплю, это кремушек в баночке. Вы знаете, который нужно вот так открыть, раскрутить, залезть туда пальцами и нанести на себя. Особенно это касается крема для лица. Крем для тела еще может быть, потому что вот этот мне очень нравится, и я его все-таки использую для тела. Но если это касается вашего лица, то максимально лучше соблюдать чистоту, гигиену. Даже если вы моете руки перед тем, как достать оттуда крем, все равно может полететь какая-то пыль, попасть в какие-то брызги, какие-то другие средства и инородные тела. Лучше всего, конкретно для меня, я думаю, и для многих других, обезопасить себя от этого и отдать предпочтение крему, который находится в тюбике, который максимально гигиеничный. Вы выдавливаете из него, наносите крем и все. Вы не беспокоитесь о том, что туда может что-то попасть, и затем это что-то попадет на ваше лицо. Следующая вещь, на которую я перестала тратить деньги, это некачественные сережки. Я могу их еще назвать одноразовыми, потому что зачастую они стоят просто копейки, и на них не жалко деньги. Знаете, так, копейка, 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 и по итогу копейка рубль бережет. Поэтому вместо вот этой кучи некачественных сережек мы могли бы купить хорошие из натуральных материалов, которые вам из года год служили бы. Сережки из ненатуральных материалов, во-первых, быстро темнеют, во-вторых, у меня от нее болят уши. Как только я их надеваю, через полчаса они у меня начинают чесаться, краснеть, кровотощить, поэтому больше никогда я не буду покупать некачественные сережки. Да, иногда я покупаю сережки из натуральных материалов, потому что они, например, легче, если они какие-то интересные, массивные. Но я обязательно уточняю, из какого материала выполнена штучка, которая конкретно входит в наше ухо. Если она из гипоаллергенного материала, то, может быть, я еще куплю. Но если нет, то 100% откажусь от такой пустой траты денег. Далее это некачественные обувь и сумки. Я их объединила вместе, потому что это тот самый атрибут, который есть у каждого и который чаще всего служит нам из года в год. Поэтому гораздо приятнее, когда эта вещь служит долго. Например, если брать сумки, то когда я покупаю их некачественные, то они, опять-таки, можно сказать, практически одноразовые. У них быстро вот здесь стирается ручка, она начинает как-то крошиться. Потом вот здесь уголок как-то стирается, здесь что-то порвется, здесь нитка выскочит. В общем, я думаю, вы понимаете, что сразу же сумка быстро теряет свой вид. Поэтому вот такие базовые варианты можно покупать один раз и на много-много лет. Вот этой у меня уже больше года, она просто в идеальном состоянии. К сожалению, ссылку я не смогу оставить, потому что они закончились еще в прошлый раз, когда я ее показывала. Если говорить про обувь, то обувь это в прямом и переносном смысле наша основа. От нее зависит наша походка, наша осанка, позвоночник. Я думаю, многие слышали про такое отклонение, как плоскостопие. И иногда именно обувь влияет на все эти аспекты здоровья. Поэтому лучше выбрать качественную, удобную обувь, в которой вам будет комфортно, легко, в которой будете идти легкой своей походкой. Иначе в будущем вы, наоборот, можете еще больше денег потратить на лечение, какие-то дополнительные стельки и так далее. Качественная обувь портится гораздо быстрее, поэтому иногда на нее уходит даже еще больше денег, чем на одну качественную пару. Следующая вещь — это не покупать новые принадлежности для хобби. Все, кто меня смотрит долго, знают, что я придаю хобби огромное значение. Я считаю, что хобби может раскрывать ваш творческий потенциал, может поднимать нам настроение. Поэтому для меня это самый сложный пункт, от которого было тяжело отказаться. Но в один момент я осознала, что мне уже негде хранить все мои хобби. Они уже в этом уголочке, в другом уголочке. Я поняла, что я даже физически и эмоционально не успеваю всем этим заниматься. Поэтому я приняла такое решение, что я либо возвращаюсь к своим старым хобби, которые я до сих пор люблю, которые я смогу с радостью сейчас сделать, завершать их, например, что-то дорисовывать, доделывать. Либо, если я понимаю, что я этим уже перегорела... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!